Здравствуйте! У меня еще холоченое оружие. Я хотел бы его зарегистрировать. Давайте посмотрим сначала. К оружию Сергей Метелев относится трепетно, знает и выполняет все изменения закона. В арсенале мужчины охолощенные пистолеты – автомат. От настоящего оружия они отличаются тем, что переделаны для стрельбы холостыми патронами. У охолощенного оно непригодно для выстрела боевыми патронами. То есть, у них происходятся врезы, то есть, чтобы патрон не вылетел из канала ствола, либо вносятся другие конструктивные изменения, чтобы граждане не могли использовать для самообороны. С виду, его не отличить от настоящего автомата, либо гражданского оружия. Он используется для макетов, для учебных пособий, в учебных заведениях, в воинских частях. А еще такое оружие покупают коллекционеры и реконструкторы для воссоздания исторических батальных сцен. А вот у хулиганов другие забавы. Они смело стреляют в воздух, нарушая общественный порядок. Однако изначально такие стволы были предназначены для отработки навыков. С охолощенным можно тренироваться. Это касается как раз членов Федерации практической стрельбы. Там большую роль очень играет холощение, то есть тренировки по выносу оружия, по выстрелю, по прицеливанию. С охолощенным это более, так скажем, правдоподобно. Плюс оно имеет возможность выстрела, что позволяет привыкнуть к хлопку, к вспышке и с ним гораздо удобнее тренироваться. Раньше такой арсенал регистрировать было не нужно. Однако с июля этого года в стране решили пересчитать охолощенное оружие. И теперь владельцев ждут в лицензионно-разрешительном отделе Росгвардии. Иначе привлекут к ответственности. На всё 15 минут. Наблюдательное дело заведено. Теперь спокоен не только Сергей, но и сотрудники Росгвардии. Кстати, на этом их работа не заканчивается. На учёте ещё и спортивное оружие. Они посещают стрелковые клубы и проверяют комнаты хранения. В камеру хранения нас не впустили, потому что у нас нет доступа. Но мы можем наблюдать с экрана монитора, как работает сотрудник Росгвардии. Сейчас он проверяет спортивное оружие. Осуществляю проверку оружия, произведя неполную разборку на предмет выявления неисправности. Данное оружие является исправным, потому что при проведении проверки комнаты хранения оружия возникли у меня сомнения. Поэтому нам необходимо было вынести сюда более яркий свет и осуществить проверку. Такие проверки проходят два раза в год. В спортивных организациях и на охранных предприятиях. Алена Ядня, Виктор Атленко, информационное агентство «Импульсевера». По абон Em özон QR «Иá» Соземь управления NOTY «Импульсевер».